Коми неуклонно растет количество обманутых граждан. За пять месяцев в полицию обратилось более 800 человек с заявлением о хищении денег с их лицевых счетов. Причем нередко суммы, которые жители переводят аферистам, переваливают за миллион. Чтобы рассказать людям, как обезопасить свои сбережения и не стать жертвой преступников, с начала июня на всей территории республики сотрудники МВД проводят профилактическую акцию «Мошенникам нет». Ольга Коняева узнала, как защитить себя от преступных посягательств. Чтобы предупредить горожан, в местах массового скопления людей полицейские, волонтеры и общественники размещают специальные памятки о том, как защитить себя от посягательств мошенников. Активисты выходят на улицы городов, а также выезжают в населенные пункты. Проводим рейдовые предприятия на дачах, беседы с пожилыми людьми, раздача их памяток, о том, что на телефонные звонки мошенников не отвечать, никаких реквизитов не давать, никаких действий со своими счетами через телефон, через терминал не осуществлять. Значительная часть потерпевших – это пожилые люди, которые сами вручили злоумышленникам все свои сбережения, поддавшись на их уловки. Именно поэтому акцию полицейские решили проводить в первую очередь на дачах, излюбленных местах отдыха пенсионеров. Звонили, не звонили, звонят, да. Вот поэтому никогда не давать ни свои реквизиты, ничего, ни фамилии, имущества, хотя они и обращаются к вам. Потому что они знают базу данных, есть у них это, потому что мошенники. И поэтому на все вот эти вопросы, вот ваши деньги, которые на счету в беде, это сразу отключайте, не отвечайте на какие вопросы. Эта сыптивкарка о мошенниках знает не понаслышке. Не так давно она сама чуть не стала жертвой аферистов. В интернете на связь с ней вышла якобы давняя подруга и предложила участвовать в необычной акции одного из банков. Участнику всего лишь нужно предоставить данные лицевого счета, а взамен получить перевод – 4 тысячи рублей. Ты скажи, какие у тебя номера этих, вот такие-то цифры. В общем, короче, выуживают, выуживают, а я же знаю, что это моя подруга. Вот и все, и говорю, а потом она говорит, а сколько у тебя там денег на карте? Я говорю, а зачем тебе это? Зачем тебе это надо? И я потом что-то заподозрила и набрала ей телефон. Она говорит, я ничего не передаю. Как? Вот ты, она говорит, это, говорит, у меня взломали сайт и под моим именем ко всем знакомым моим вот так подбираются. Участники рейда в очередной раз попросили население быть предельно осторожными в общении с незнакомыми людьми. Если даже обман стал очевиден, стражи порядка рекомендовали горожанам сообщать об этом правоохранителям. Субтитры создавал DimaTorzok